16 июля 2019 года 16 июля 2019 года по всему миру происходит разное аномальное явление. Под аномальными явлениями мы понимаем редкие явления, которые не происходили до этого на нашей с вами земле. И мы их не знаем. И не знаем, как реагировать на эти явления, которые буквально косят животных, птиц, людей. И вот дошло до пчел, происходит массовая гибель пчел во всех регионах страны, во всех регионах нашей России. Но это не только в России. В США то же самое. И в других странах происходит все то же самое. В чем дело? Какая проблема и какая аномалия накрыла нашу землю, что стали гибнуть пчелы? Гибель пчел – это не такая простая уж тема для выживания нас с вами, человечества на земле. Потому что наша матрица, матрица человеческой цивилизации, нашей с вами цивилизации, построена по схеме, по системе пчелиных сот. И жизнь в этих пчелиных сотах руководство жизнью устроено так же, как у пчел. Именно поэтому на папском дворце везде медальоны с тремя пчелами. И другие масонские организации тоже себя обозначают пчелами. Потому что это система нашей матрицы, это основа нашей матрицы. Поэтому пчела, кто ее на себя вешает и обозначает са пчелой, он претендует на руководящую роль. Может быть, Ватикан претендует на роль матки в нашем мире. Ну, может быть, друзья, все может быть. Я уже ничему не удивляюсь. Или он, Ватикан, назначает матку нашего мира. Потому что, как вы знаете, все живое происходит от женской особи, не от мужской. Итак, это сегодня тема другая, конечно, для разговора. Я буду говорить о гибели пчел в регионах нашей России. В Минсельхозе признали большой ущерб от массовой гибели пчел в регионах. Это от 10 июля, статья 2019 года. Это свежая статья. То есть гибель происходит сейчас, когда идет сбор меда. Не прошло и месяца с начала чуть ли не ежедневных сообщений о массовой гибели пчел. Как ситуацию впервые прокомментировал Минсельхоз, сообщает ТГ-канал «Россия Аграрная». Там признали значительный материальный ущерб, который нанесен пчеловодству. И заявили, что порекомендовали органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК. Проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламента применения пестицидов, говорится в сообщениях Минсельхоза РФ. Условием получения пчеловодами возмещения ущерба Минсельхоз называет точное установление причины гибели пчел в аккредитованных лабораториях в каждом конкретном случае. А она возможна не только из-за применения пестицида на соседних полях, но и из-за других факторов. А если лаборатория ответит, что она не знает причины, тогда как? Ведь если бы все люди сейчас знали причину, то, возможно, бы пчеловоды предотвратили бы пчелиный мор. Но пчеловоды не могут этого сделать. И кто вам скажет, допустим, в лаборатории, что пчелы гибнут от волн, распространяемых по земле? Кто вам это скажет? Ну, разве работники лаборатории так умны, так подкованы, чтобы об этом сказать? Поэтому, если пчеловод не обнаружит причину гибели его пчел, причину мора, то ему не будет никакой компенсации. Ах, как хитры наши чиновники! А я вам сейчас расскажу про аномалию в других местах нашей Земли. Итак, в момент землетрясения, подтрешившего Калифорнию, погибли миллионы пчел. Не просто рой пчелиный, или там две пасеки, а миллионы пчел. Землетрясение магнитудой 7,1 балла, которая поразила Калифорнию в пятницу, каким-то образом убила неисчастимое количество пчел, которые погибали целыми раями. Эксперты полагают, что землетрясение каким-то образом нарушило магнитные поля Земли, на которые пчелы полагаются при навигации, что привело их к массовой гибели. Пчелы лежат на Земле кучами, большинство уже мертвы, а часть еще дергается и кружит в безумном хороводе, прежде чем погибнуть через несколько минут. Вот что делают, скажите? Это же дело рук человеческих. И, конечно же, там где-то кто-то знает, что он делает. Не знают простые пчеловоды и лаборатории тоже, которым поручено определить, от чего гибнут эти пчелы. Это издевка, это насмешка над пчеловодами и над лабораторными сотрудниками. Как же они определяют, что там где-то кто-то запустил особый вид оружия? Ну, кто же даже об этом скажет, если вдруг кому-то на ушко кто-то шепнет? Он же не захочет быть убитым тут же и сразу на месте. Ну, вот в комментариях люди некоторые пишут, что массовая гибель пчел, появление животных, амбиносов, уже тигр белый без полос отмечен. Признаки конца времен. Но тигр белый без полос это искусственная смесь. Смешивают искусственно. То есть человек проводит генетические эксперименты над животными. И над собой, любимым тоже, тоже так же проводятся эксперименты. Человек сам над собой проводит эксперименты. Скрещивают и с тиграми, и с волками, и со свиньями. Ну, может быть, с пчелами еще не смешивали. А возможно и так. Мы вообще не понимаем, что творится сегодня, как будто бы мир сошел с ума, обезумел. А перед этим, как дельфины гибли, друзья, выбрасывались на берег. А киты гибли. Теперь пчелы выбрасываются из своей матрицы. Пчелы гибнут, кружат в хороводе безумства и умирают. ГМО влияет на пчел. Влияет, конечно, но не до такой степени, чтобы миллионы пчел вдруг взяли в безумстве, стали кружить. Именно когда произошло землетрясение, 7 баллов. А кто знает, друзья, что было в это время, во время землетрясения в Калифорнии? Что там происходило? Что испытывали? Какие частоты одновременно с землетрясением запустили? Ведь люди, их регионы, где они проживают, целые города, районы, они как подопытные животные для каких-то экспериментов, которые проводятся кем-то, кто считает себя богами на земле. Поэтому и пчелы сегодня гибнут не просто так, не из-за ГМО, не из-за опылителей, хотя и это тоже есть, а из-за нового вида оружия, которое применяют сейчас к пчелам, а завтра применят к человеку. А землетрясение, созданное искусственно, конечно, это естественный фактор, во время которого можно произвести массу экспериментов. Поэтому его и создали, это самое землетрясение. Итак, пчелиный мор сбывается самое страшное пророчество Ванги. Я вообще-то, наверное, не слишком хорошо знаю Вангу и не слишком хорошо доверяю пророчествам. Если они и были настоящие, то их скрыли от человечества. А вот такие вбросы время от времени идут, но давайте почитаем, мог бы действительно вот это пророчество, оно было пропущено сквозь решето КГБшное. Итак, Альберт Эйнштейн сказал, через 4 года после того, как вымрут все пчелы, не станет человеческой цивилизацией. Ну и считайте, мрут-то пчелы сейчас, 2019 год, а человеческая цивилизация значит, что? К 2019 году прибавьте 4, 19, 20, 21, 22, 23, то есть цивилизации вообще не будет. А эти 4 года, я так понимаю, вся цивилизация будет умирать. Итак, массовая гибель пчел, трупами которых уже многие годы усыпаны многие пасеки по всему миру, а сейчас и в Башкирии, Морел, Татарстане, Удмуртии, Мордовии, Краснодарском крае, Ставрополье, Алтае, Ульяновской, Курганской, Тульской и еще 20 с лишним регионов России, дало повод некоторым СМИ вспомнить о предсказании болгарской прорисательницы Ванги, которая предрекла, что вслед за пчелиным мором начнется человеческий. Недалеко от нее ушел великий Альберт Эйнштейн, который еще в 40-х годах прошлого века сказал, что через 4 года после того, как вымрут все пчелы, не станет и человеческой цивилизации. Верить или не верить в такие апокалиптические прогнозы дело сугубо личное. Но всем, кроме Минсельхоза РФ, который ждет справа от аккредитованных лабораторий, ясно, что пчелы гибнут от химикатов, применяемых в сельском хозяйстве. На многих пасеках мор составил 80-100%. То есть все пчелы на пасеках погибают. 80-100% это сколько по всей нашей России. Посмотрите, сколько я перечислила сейчас регионов. И пока Минсельхоз тормозит, региональные власти пытаются самостоятельно решить проблему. Так, ЗАГС собрания Алтайского края готовы рассмотреть закон о пчеловодстве, который запрещает использовать средства химизации и сельского хозяйства на расстоянии менее 8 километров от населенного пункта. Напомню, что сейчас санитарная зона составляет всего 300 метров. Сообщается, что при Минсельхозе Башкирии создана межведомственная рабочая группа по изучению причин гибели пчел. Рассматриваются предложения заключения специальных соглашений между растениеводами и пчеловодами с графиком обработки посевов химикатами. Но, опять-таки, видите, я не верю. Я знаю, что это есть. Я знаю, что это вредно. Но, в большей степени, пчелы стали гибнуть именно от волнового оружия, которое сегодня применяется. Но, пока о нем все молчат, никто не говорит. Также изучается предложение отказаться от авиаобработки полей и запретить использование химпрепаратов, в составе которых есть неоникотиноиды. Еще одно предложение создать единый республиканский центр пчеловодческих хозяйств и индивидуальных производителей меда. Усилить контроль за реализацией медовой продукции в торговых сетях и ярмарках. А это зачем? Зачем контроль? Для того, чтобы мед вам могут потом продавать уже с какими-то химикатами. Вот для этого контроль и нужен. Как сейчас молоко продается везде порошковое, везде поддельное. А куда? Настоящий идет. А настоящего просто нет. Для этого и нужен контроль. Контроль в сетях, торговых и ярмарках. А сегодня пока на ярмарках вы можете купить настоящий мед. А что завтра будет, если ярмарки эти возьмет под контроль какое-то ведомство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok